На Сочи автодроме состоялся финальный четвёртый этап серии «Рек» — отечественного чемпионата на выносливость. Напомним, что в этом году Russian Endurance Challenge впервые с 2015-го прошёл не одним отдельным ежегодным мероприятием, а полноценной серией из четырёх гонок. Как и предыдущие этапы, сочинский финал был напряжённой четырёхчасовой гонкой, которая стала суровым испытанием как для техники, так и для пилотов. На старт вышли 19 экипажей, выступавшие в пяти классах. Пожалуй, ключевая особенность этой серии в том, что здесь собираются едва ли не все звёзды отечественного автоспорта. Если одни, как, например, Роман Русинов, известны как раз благодаря гонкам на выносливость, то другие пришли в «Рек» из совершенно других автоспортивных дисциплин. Отличный тому пример — известный дрифтер и блогер Аркадий Цереграцев. Кстати, Аркадий выступал в составе команды, выставившей на старт болид на базе ВАЗа 21053. Отечественная классика сумела навязать борьбу иномаркам, но до действительно высоких позиций не доехала. Лучшими в классе GT Lite стали пилоты команды Mazda Karting Academy — Илья Обжигал и Аслан Ширинов. В категории CN боролись спортсмены, выступавшие на миджетах и российских шорткатах. По меркам серии этот класс оказался довольно многочисленным, а лучшей стала команда Яхнич Драйв и её пилоты Сергей Борисов и Надежда Яхнич. Также на подиум поднялись пилоты команд Balchuk Racing Team и Zub & Co. Интрига в классе GT поддерживалась благодаря схватке Toyota Supra и команды Spora GT и BMW M4 GD от APR Team. Причём Марату Хайрову и Олегу Семёнову, выступавшим на баварском купе, удалось приблизиться к победе, но в ход поединка вмешались технические проблемы. Они преследовали оба лидирующих экипажа, но в конечном счёте быстрее оказалась команда Spora GT. В некотором смысле эту гонку выиграли механики. В абсолютном зачёте на победу претендовали два экипажа. Это Mercedes-AMG GT, команды Ядра Motorsport и спорт-прототип G-Drive Racing, за рулём которого сменяли друг друга Сергей Афанасьев и Роман Русинов. Из-за технических неполадок Mercedes отстал, уступив победу в абсолюте, но в качестве неплохого утешительного приза Ядра Motorsport забрали первое место в своём классе GT Pro. В целом же завершающий четвёртый Russian Endurance Challenge отличало то ключевое качество, которое делает гонки интересными — непредсказуемость. До самого финиша ситуация на трассе оставалась напряжённой и могла в любой момент измениться. Будем надеяться, что такой же накал страстей будет сопровождать этапы рек и в следующем сезоне.